В память о муже, вдова погибшего сержанта, шьет вещи для российских бойцов, находящихся в зоне проведения спецоперации. Это термобелье, балаклавы и спальные мешки. По специальности Майсарат Багаудинова – модельер-конструктор. Сейчас все свое время она посвящает этому делу. Как все проходит, увидела Наталья Ханбабаева. Вот эту машинку муж подарил. На ней я обрабатываю. Мы низ по нему, низ рукавов и низ кофточек. Это от него подарок. И в память о нем это все я и затеяла. Здесь, в маленьком ателье, в поселке Ленинкент, идет большая работа. Хрупкая внешне, но сильная духом, Майсарат Багаудинова организовала настоящее производство необходимых вещей для военных. Чтобы мужу и на том свете приносило пользу, делится Майсарат. К ее делу присоединились все, кто хоть чем-то может помочь. Родственники, соседи, друзья. Работа здесь кипит и днем, и ночью. Иногда помогаю. Работа кончает, пока зима кончает. Говорю я ей, заставляю работать. Поддерживаете ее? Поддерживаю. Чего делать? Жалко, живение. Тоже холодно. За это быстро, быстро говорю. За швейной машинкой Майсарат 16 лет. Уже как два года женщина уделяет время только по шиву одежды для бойцов. В своем деле она профессионал, шьет все быстро и качественно. Так, на изготовление одной балаклавы у Майсарат уходит около пяти минут. В течение часа можно шить 25-20 балаклав. Если никто тебя не отвлекает, и ты только занимаешься именно шитьем балаклавы. На этих коробках с одеждой напечатаны данные Майсарат Багаудиновой, чтобы ребята могли связаться с ней и рассказать о своих пожеланиях. При пошиве ей важно, чтобы военнослужащим было комфортно. На каждом изделии я оставила свой логотип, чтобы узнавали от кого и кто. Тут я написала, что это от вдовы, и свое имя указала, и фамилию, и номер телефона. Чтобы каждый человек, который, допустим, получил это, чтобы он мог мне позвонить, чтобы была обратная связь. И он мог попросить что-то для себя. Может, ему сумка какая-то нужна, или какой-то рюкзак. Я, в принципе, могу сконструировать все, что угодно. Шьет не только в ателье, но и дома. Здесь она разглаживает всю ткань и делает вырезки. Остатки от материала не выбрасывает. Им она нашла применение. Отправляют мешки своей знакомой, а та, в свою очередь, шьет подушки, косточки специально для госпиталя. Они здесь шьют косточку, ну, как бы с тканью, и забивают вот этим, ну, вот это все. И у кого ноги, поломанные руки, да, вот им подложить. Нужно бывает иногда вот такие, ну, плотные вещи. Ткань и материал вдова закупает на личные финансы с помощью неравнодушных людей. Сейчас Майсарат готовит к отправке новую партию одежды. Около 300 комплектов термобелья. В планах у нее изготовить спальные мешки для российских бойцов. Все неравнодушные могут связаться с ней и поддержать инициативу. Помочь Майсарат может каждый желающий. Наталья Ханбабаева, Ибрагим Магомедов, Юсуп Газиамаров. Время новостей. Смешай, не зубы. Время новостей. Время новостей.